Привет! Я кролоняня и работаю в антикафе с кроликами. Сегодня я расскажу тебе, как ухаживать правильно за этими прекрасными существами, чистить их клеточки, расчесывать и надо ли мыть кролика. Подписывайся на наш канал и узнаешь много нового об этих пушистых существах. Кролики очень чистоплотные существа. Они умывают себя несколько раз в день. Но вот об их домике нужно позаботиться тебе. Сейчас я составлю очень удобный чек-лист, как его правильно убирать. А ты записывай. Ладно, ты его вылисывай. Кстати, пока ты чистишь его домик, кролик может свободно гулять по квартире рядом с тобой. Они очень интересуются всем, что вокруг происходит. Это любопытные кролики и еще они помогают с уборкой. Первый пункт каждодневной чистки – это лоточки кроликов, а точнее наполнители. Наверняка вы уже знаете, что кролики отлично приучаются к лотку, как кошечки. Так вот, наполнители у них обычно древесные или опилки. Этот наполнитель достаточно просто выбросить и заменить на новый. То же самое происходит с наполнителем на дне клетки. Кто-то стелит туда вкусненькое и свежее сено, а кто-то предпочитает опилочки. И то и другое нужно менять каждый день. Ты бы крыс бы лицом туда, а то жуешь попой. Второй пункт – это замена сена в сеники. Помнишь, я об этом рассказывала в предыдущем видео? Если ты еще не смотрел – беги. На самом деле, сено – это очень важная часть рациона кролика, и меняем мы его каждый день. Неважно, съел ли его кролик до конца или нет. Мама господня. Нормально все? Хороший. Третий пункт нашего чек-листа. Если ты кормишь сролуп пушистико с сочными кормами, например, морковкой, огурцом или кабачком, то все, что кролик оставляет, нужно тоже убирать каждый день. Иначе кролик может подхватить какие-то болезни, съев уже не очень свежую пищу. Четвертый пункт – это замена водички в поилке. Если у тебя вот такая горизонтальная поилка или поилка закрытого типа, ее обязательно нужно чистить. И тоже каждый день. Арфаэль, стой, стой. Подожди, подожди. Я понимаю, что, ну, внезапный аксессуар. Да. Для очистки бутылок тебе понадобятся вот такие ершики. Их можно купить на любом маркетплейсе. И называются они очень просто. Это шеточки для очищения бутылочек. Как правило, для младенцев. Они бывают разных типов, но удобство состоит в том, что вот такие поилочки или любые поилочки закрытого типа, они чистят очень удобно, поскольку пролезают во все труднодоступные места. Кстати, важный факт. Все, что вы чистите для кролика – поилки, сеники. И дальше я расскажу, что мы с вами будем чистить. Чистится это специализированным средством. Не средством для мытья посуды или пола. Поищите такие в интернете. Например, мы в нашем антикафе пользуемся очень приятным и хорошим средством. Он называется «Онлайн». И переходим к пятому пункту. Так как кролика мы кормим каждый день, то, конечно, помимо поилки, важно почистить его керамическую мисочку. В отличие от корма для кошечек, который бывает мокрым, корм у кроликов всегда сухой. Поэтому почистить их мисочку очень просто. Достаточно помыть ее под водой, протереть губкой и высушить. А затем насыпать их новый корм. Перечисленные мною пять пунктов – это то, что нужно делать каждый день, и то, что позволит содержать вашего кролика в чистоте, порядке и уюте. Но некоторые вещи кроликов достаточно чистить всего один раз в неделю. Например, такой вещью является их, собственно, клеточка или вольер. Что я имею в виду? Это почистить все прутья, весь пол, все, чего касался кролик. Например, если мы с вами возьмем стандартный сенек, у него есть прутья. Вот эти прутья и нужно обработать дезинфицирующим средством, а дальше высушить и снова поставить в домик. Если ваш кролик живет лакшери жизнью, и вы купили ему какие-то подушечки, для того, чтобы он чувствовал себя очень хорошо и уютно в своем домике, то таких подушечек нужно иметь две, а лучше три штуки. Так как их тоже нужно менять один раз в неделю, чтобы они были чистенькие, и чтобы кролику было удобно на них спать. Следующий пункт, который мы чистим один раз в неделю, это игрушки для кроликов. Если вы используете игрушки деревянные, то, конечно, они уже уничтожились за эту неделю. Но если вы используете пластиковые игрушки, железные, например, вот такие кругленькие сенники, то их тоже обязательно нужно чистить, но только лишь раз в неделю. С уборкой закончили, поэтому перейдем к мытью кролика. Самый частый вопрос, задаваемый нам в антикафе, это нужно ли мыть кролика. Многие хозяева просто этого не знают, но кролики действительно чистоплодные существа. Если мы с вами возьмем дикого кролика, который живет в своей норке, то у них никогда не бывает туалета внутри норы. Все кролики ходят наружу и заходят в свою норку уже чистыми. Мало того, как я вам сказала в начале видео, кролики умываются очень часто, несколько раз в день, самостоятельно вылизывая все от мордочки до попы. Поэтому, если вы вздумали помыть кролика, то это плохая идея. Мыть кролика нужно только по назначению врача. Ведь если мы с вами его помоем обычными средствами или даже специализированным шампунем, это может сильно нарушить здоровье кроликов, и он будет часто болеть. А еще поделюсь из личного опыта. Так как к нам в антикафе приходит много хозяев вот таких прекрасных ужастиков, многие обеспокоены тем, что грязница у кролика только попа. Например, на нее что-нибудь налипло. Скажу вам по секрету, лайфхак очень и очень прост. Все, что нужно сделать, это аккуратненько ножницами отрезать грязненькую шерсть. Мы для этого кролика тоже не стоит. Ну а если кролик очень часто загрязняется и на него что-то налипает, то стоит задуматься о его правильном питании и отвезти к ветеринару, потому что, скорее всего, вы его как-то неправильно кормите. А теперь давай поговорим о чудесной и мягкой шерстке кролика и как же правильно за ней ухаживать. Если у вас вот такой короткошерстный кролик, как наш Рафаэль или Бэтмен, то расчесывать их не нужно. Очень многие хозяева путают длинношерстных кроликов и короткошерстных. Вуаля, магия монтажа. Познакомьтесь, это наш зефир. И он относится к великолепной породе ангорских кроликов. Мы его вычесываем каждый день. И это и есть длинношерстные породы. Просто присмотритесь, у них большая-большая густая шерсть. И вот она требует особенного ухода. Вот что тебе понадобится. Классическая расческа. С мягкими щетинками, вот с такими круглыми штучками на концах. С ней расчесывать кролика будет легко, а животное не пугается таких расчесок. Ты мой хороший. Второе приспособление – фурминатор. Он выглядит вот так. И с него очень удобно снимать шерсть. Вообще, это отличная штука для того, чтобы прочесывать под шерсточек. Можно чесать в обратную сторону, против шерсти и по шерсти. Но нужно помнить, что такая штука очень жесткая. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратнее, когда вычесываете своего ушастика. И, конечно, если у вашего кролика образовались колтунчики, то есть специальные ножницы. Ими можно аккуратненько его подрезать, и кролик будет прекрасно себя чувствовать. Не важно, короткошерстный у тебя кролик, или, как наш зефир, длинношерстный. Помни, что в обязательную гигиену кроликов входит также подстригание коготочков. Они у кроликов растут постоянно, как у нас с тобой. И подстригать их нужно один раз в 2-3 недели. А если ты не знаешь, как это сделать, то я об этом расскажу в следующем видео. Обязательно посмотри. А на сегодня я с вами прощаюсь. Приходи к нам в гости в Зайкафе и пиши свои вопросы внизу в комментариях. Я на все обязательно отвечу. Продолжение следует... Продолжение следует...